Поздравляю вас, Екатерина Анатольевича. Как сейчас? Вчера вам вручили диплом. Ну, что делать? Это первая ступень. Вот я и подумал, что ты был неправ, когда сказал, что это ваш первый успех. Ну, ладно. Тем не менее, что делать? Ну, бывает отступление. Так. Как это говорил Путкер? Маленькие неприятности, теперь есть большой успех. Ладно. Значит, опять хочу тут рассказать про метод национального интегрирования, который вот как раз, как я помню, Евгений Анатольевич не добивался. Конечно, этот метод штуажный, его уже сейчас широко применяется, и широко применяется он не только в фантовой теории Коя. Поэтому его полезно знать. А во вскоре зонах этот метод функционального интегрирования или континуального интегрирования, или интегрирования по путям – это все. Вот три названия для одного и того же. Еще к ранней работе Фейфа, фантовой механики. Такая вот формулировка фантовой механики. И начнем мы с того, что вычистим, представим в виде интегрирования по путям, такой маточный элемент, некий Куэфский. По квантовой механики, одноверно, с гавильтонианом. Обычным гавильтонианом, который мы напишем как H, на маточный элемент, это П квадрат. Буду писать сейчас шляпу, как в квантовой механике, да? П квадрат на 2m, плюс у от куб. Фенетическая энергия потенциальная. И здесь стоит. Мы вычисляем матричный элемент E в степени минус I, H это состояние с определенной координатой. Такое, что оператор координаты Q на QI, это есть QI, на QI, и нормировка такая, что кулитое и кужитое. Главное время, от кулитое и без кужитое. Ну и, значит, система полна, как в таким образом, что Q на Q интеграол DQ на другую единицу. Это единичный оператор. Это же оператор. Это единичный оператор. Вот. И вот нам надо вычислить такое наточное элемент. Ну, давайте для удобства введем такие состояния, зависящие от времени. Таким образом, что есть степени I, H, на T, на Q это есть QI. Обратите внимание, что здесь неправильный знак. Это не есть состояние на самом деле... Я обращаю внимание, что генератор... это не есть генератор сдвига по времени на T, да? Ну, тем не менее, неудобно ввести такие состояния так формально просто. Для того, что эти состояния, они являются собственными состояниями гензидербурского оператора. QI гензидербурский оператор T который есть в определении есть степень минус A это вот правильный нормальный призыв нам Q на E в степени I это нормальный определенный гензидербурский оператор. Вот это Здесь минус H, а здесь плюс H. Вот это нормально определенный дезинберговский оператор. И QH. Эти состояния я определил таким образом, чтобы они являлись собственными состояниями дезинберговских операторов. Если дезинберговский оператор, вот D, зависящий, действуя на это состояние, равна как раз Q на QT. Да? Ну, правильно. Вот я вижу, если дезинберговский оператор, сокращается это. Эти экспоненты сокращаются. Эти состояния являются собственными. Эти состояния являются собственными состояниями этого оператора. Вот они выбрасывают, вместе этого оператора выбрасывают число Q. И дальше опять получается то же самое состояние. Вот так. Дальше. Как-то я, ну тогда я это могу переписать, вот это вот всё переписать. Этот вот, этот материчный элемент я могу переписать как QF. Такой просто QFTF на QI3. Это согласно, что можно будет делать. Дальше. Дальше. Вот как я могу теперь этот материчный элемент вычислить? Давайте я разобью весь интервал от QI3 до QFTF на N частей. Держу такие. QN равно QI3 плюс N на ΔT. Где ΔT равно, это маленькая величина, которая будет у меня стремиться от нулю. Это есть ТФ. Это есть ТФ. ТФ минус ТН. Здесь интервал времени, введённый на R. И N большой – это число интервалов. Я жду. QI и ГУФ. Тут ДИ – это и ТФ. А N маленькая проникает в значение... Ну, N маленькая проникает в значение от единицы до N-1. Это промежуточная. Значит, у нас есть QI, потом Q1, Q2, QN-1 и QF. Так вот проводится размеение. И тогда, значит, я... Что я могу сделать? Для чего проводятся эти размеения? Я этот, вот, ваточный элемент, я его представляю в следующем виде. Значит, я его так, как ему напишу. QL, 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 QL. Как я его... Значит, разобью вот эту экспоненту, которая там стоит. Я напишу как произведение N-экспонент. Ну, так, ладно, напишу так, что это есть... Значит, QF. А здесь напишу произведение. Н-экспонент. 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 Произведение. Значит, какое-то... Так. Так я напишу. Не буду писать мне произведение. А здесь напишу так. Есть степень ИН-экспонент. Есть степень ИН-экспонент. А здесь стоит... QN-1. Так. Есть степень ИН-экспонент. QN-2. А здесь стоит... QN-2. QN-2. И дальше здесь стоит... QN-1. Здесь стоит... QN-1. 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 И здесь... Произведение... QN-2. 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 Значит, у меня N промежуток принял. И я... Достанем здесь... 7. Воспользовавшись полнотой этих состояний. Значит, я могу убрать... После интегрирования... Под пользуясь полнотой этих состояний... Воспользовавшись полнотой этих состояний... И здесь я получу... QN-2. 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 И... Что же... Теперь... Здесь я могу сделать... А могу я чем воспользоваться? Тем, что... Значит... На самом деле... У меня... Вот здесь стоит... QN-2. 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 И вообще-то говоря, эти операторы... Не коммутируют между собой... Да? Вот эти операторы... QN-2. Они, конечно, не коммутируют между собой... Я не могу... Написать... Вот... Здесь, например... Ну, вернее, вот там... Я не могу написать там... Разделить эти операторы... Да? А вот здесь я буду уже просто... Разделить... Разделить... То есть... Я могу написать... Таким образом... То есть... Любым образом... Е в степени... Минус H... Минус H... В... Дельста Т... Я могу написать... Дельста Т... Я могу написать... Либо Е в степени... Минус... И... В квадрат... Направим... Дельста Т... На Е в степени... Минус... И... В... От У... Да? На... Дельста Т... Либо... Так... Написать... Ну... Вы понимаете... Что в квадратной механике... Е в степени... А плюс В... Оператора... Нету много... Е в степени... А... А Е в степени В... Да? Из-за того, что они... Коммутируют... А здесь еще есть... Э... Вот в квадратной механике... Решение задачи... Мы обсуждали... Что вот... Если коммутаторы А и ТС... Число... То тогда... Е в степени А плюс В... Равно Е в степени А... На Е в степени В... На Е в степени А... Когда вторая коммутатор... Раз В... Да? Помните? Ну, то есть... Так нельзя написать... Но... Если А и В... Коммутаторы... Если А и В... Операторы... Два А... В том смысле... Что же у нас ДНТ маленький? Да? Тогда, конечно, можно там написать... Потому что коммутатор будет уже... Содержать малость второго порядка... Его можно выбросить... Ну, на самом деле... Это означает просто... Что и ну... Экспоненту... Можно написать просто как... Единица... Минус и аж... ДНТ... Все... И поэтому, конечно... Можно и так переписать... А можно... Переставить... Или... Ну, как угодно... Как угодно можно переписать... И поэтому... Значит... Что же мы имеем... Как мы можем написать... Если мы можем написать так... То мы можем... Ну... Написать... Например... Напишем, например, в таком виде... Когда здесь будет стоять... Е степени... Минус... И... Минус... И... П квадрат... П квадрат... Апиральт... Деликто 2М... На ДНТ... Да... И на... Е степени... Минус... И... В... И У... У нас... У было... Да... В У... Это все равно... Ладно... минусы U от GQN-1, правильно? GQN-1, потому что этот оператор зависит от координат, от оператора координат, а это составляет собственной функцией оператора координат, поэтому здесь уже число написано. И аналогично здесь здесь. Так, напишем, ну, перепишу Q минусы V квадрата. Есть еще оператор, так, говорим. Это АЕ в степени минус IYQN-2 на GQN-1, и здесь также, если перепишем. Вот. А дальше сделаем что? Дальше подставим, значит, подставим, еще. Продолжим. Еще используем условия полнослив. Введем еще собственное состояние оператора Ф на Ф на Ф на Ф. Это, собственно, Ф на Ф. Это, собственно, Фу. Состояние. Нормировку. Введем головные функции таким образом, что PQ это есть E в степени IPQ. Ну, нормировка. Какую? Повозьмем нормировку. И тогда, если такую орденовку состоянии, вот, P используем, то тогда, конечно, вот такое у нас выполняется условие DP. Условие полнослив. И, конечно, да, да. Ну, отсюда следует, что PP' из этого соотношения следует, конечно, что P' P это есть 2B. Ну, конечно, здесь нормировку можно любую выбрать, да? Сами понимаете. Ну, если я выбрал вот такую простую головную функцию, то тогда тогда нормировка 2P на дельта P не успешных, а условие полноты пишется ДП на дельта P на 2B, а здесь P, P на 0, да? Правильно? А, Евгений Владимирович. Ну, хорошо. Все. Если я так выбрал, то тогда, значит, я перепишу вот это это соотношение вот в такой форме. Так. Это испираю. И переписываю. Переписываю. Что это есть? Интеграл. Здесь я вот интеграл не написал. Правильно, да? Вы бы мне не сказали, что надо интеграл написать, да? Ну, это же конечная тщина, а это бесконечно малое. Интеграл здесь, в целом, всегда вместе ходит, да? Ну, интеграл, конечно, многократный. Вот, кстати, его n раз. Интеграл здесь, n-1 кратный, а теперь я введу, значит, не только n-1, а еще n-1 и еще n-1 кратный. Вот здесь n-1 кратный интеграл по q и n-1 кратный интеграл произведения. Ну, я напишу k. От единицы до n. dp, dp, k. Нет. Здесь тоже, ну ладно, лучше я напишу тоже n. dp, n-2. dp, n-2. Такую букву. Но здесь n-1 будет меняться, принимает значение от единицы до n, потому что я вот проложу полный набор вот этих состояний, вот таких состояний. Вот здесь, начиная отсюда, да, здесь проложу, потом здесь проложу, и в конце концов и здесь проложу, да? То есть начинается состояние. Вот импульсом, да, и в конце концов больше будет. И тогда у меня что получится? Здесь получится, значит, q ft, а здесь получится... Вот когда я вам здесь попал на больше, да? Здесь будет стоять p n-1, ну я могу так сказать, что p n-1... Так, могу я еще так ввести. Ввести q n-1, 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 q n-1. И введу. Тогда здесь будет стоять, и теперь использую то, что вот такой матричный элемент у меня будет, да, здесь тогда будет... Я...это состояние которое здесь введу, проложу полный набор B n-1, да? B n-1, q n, и здесь будет вот так, за килогом B n-1, с прокладной полным набором. И теперь вот этот, смотрите, BN, матричный элемент здесь будет у меня BN на Q, это будет A. Правда, здесь я напишу на 2P, здесь DPN, правда, это 2P на самом деле совершенно не важно. Это будет общий множитель, который абсолютно бессмысленный. Но, тем не менее, вот фармашек, поскольку у меня вот такой вот полный набор гадан. Вот такой вот злость положить, то я и пишу DP. Вот здесь пишу, вот здесь единицу вставляю таким образом, написал DP, делить на 2P. Вот так вот, здесь ставим единицу. И получу отсюда, конечно, матричный элемент PN, на QF, это есть Е в степени минус И, ПНТ, ПНТ в квадрате, делить на 2M, да, на делить на D. Вот отсюда, отсюда действую, этим оператором действую на состояние, получу ПНТ в квадрате на 2, на ДТТ, да. И еще получу здесь, здесь я получу еще ПНТ в квадрате на 2M, еще минусы я выведу. Напишу минус У, или нет, плюс У, плюс У от КУ, N-1, да? КУ от N-1, хорошо или нехорошо? Ну ладно, хорошо. КУН-1, здесь вот этот множитель взял, и еще я не все взял. А что еще, нехорошо, у меня же вот этот матричный элемент PN, вот эта нововая функция, PN на QF, это есть, значит, минус, ну, минусы у меня здесь стоят, а значит, поэтому здесь минус PN, да, PN большое, да, на КУ, N, потому что QF это и есть КУ, да? Все, вот такой вот у меня множитель получился от этого матричного элемента, да? А, PN, не понял? Вот здесь Дельта-Т, тогда я отдельно напишу, вот здесь, вот здесь Дельта-Т, да? А здесь напишу плюс и ПН, ПН, КУ, КУВЕН, вот так вот, да? Вот что стоит от этого матричного элемента. Теперь, а что с этим матричным элементом? Ну, будет то же самое, но на единицу меньше. Вместо N большого будет стоять N большого минус единица, правильно? Потому что я то же самое сделаю. Здесь поставил маточный полный набор, проложил вот таким же образом, но только, опять же, вместо N большого будет стоять N большого минус единица. Так, и так, и до конца вот, до сюда проложил. Здесь. Так, ПН-то, да, на КУ, Н, да, и будет стоять, значит, значит, дальше, что я могу сделать? Дальше, ПН-то, на КУ, Н, это хорошо. Да, ПН-то, все вроде правильно. Все вроде правильно. И что же, так, ну, после этого будет у меня стоять, здесь стоит КУН-1, конечно, пока стоит у меня, да, КУН-1, и здесь, здесь стоит КУН-1, вот это состояние. Нет, там уже вроде... А, неправильно. Неправильно, да. Совершенно неправильно, потому что это же я уже использовал, ПН-то, П, а, неправильно. Набрал, смотрите, значит, вот здесь-то я написал, а здесь еще, я вот этот матричный элемент не написал, ПН-то, это КУН-1, да, поэтому здесь будет стоять, КУН-то, минус КУН-1, вот что такое, все уже. А там еще левую откладку убрать, нужно. Откладку, это я использовал уже. Нет, а левую, это вот... Левую, вот эту откладку тоже надо убрать, да, правильно. Вот все. И теперь надо вот это вот стоит произведение, без... Понятно, что от каждой, каждый матричный элемент, да, у меня вот такое выражение, да, вот такое выражение, каждый, каждый матричный элемент, и, значит, то есть я могу здесь написать, вместо Н большого текущего, здесь написать Н, а здесь Н-1, а здесь написать Н, и написать произведение по Н маленького от Егинецы до Н большого. Все. Вот такое произведение. Такое произведение. Да. Все, теперь я могу сбереть. И... 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 В принципе, я могу это переписать... Да? Переписать, что это... Так. Я могу переписать вот в таком виде, что это есть интеграл ДКУ, где вот так, интеграл ДКУ, я понимаю, вот таким образом, что провожу разбиение и интегрирую по карзану из элементов разбиения. Здесь написать интеграл ДКУ, да? Ну, я интеграл ДКУ понимаю... Ну, ДКУ, и видно... Ладно. ДКУ понимаю, вот такое произведение. А здесь что стоит? Что я могу здесь написать? Здесь написать... Могу... Здесь... Если я... Могу так написать... Ввести... КУ... НТ... Минус кое... Минус первое... Минус первое... Делить на Дельта Т... Равно... У... С точкой... НТА... У с точкой НТА... Тогда... Здесь у меня будет показатель экспонента... КУСТОЧКА ЭТА... КУСТОЧКА ЭТА... КУСТОЧКА ЭТА... КУСТОЧКА ЭТА... Также идти Finance. ДНет... ДНТ... ДНТ выносится... И у меня получится... Что тут у меня получится... Здесь? ДНТите! Зง actressla ChipU... Минус фи... Интеррал ДНТ... ДТ, интеграл по ДТ от ТИТа до ДФта, а здесь стоит H от ПУ, H от ПУ, H от ПУ, это уже... Это уже... здесь только у числа, не оператор. И минусы. Минус 3. Так. И плюс Y, плюс Y, это всё в экспоненте. Экспонент вынешал. Я экспонент. А в показателе экспонента стоит вот это выражение, минусы, интеграл. И плюс И, плюс И, П на ПУ. Ну, ладно. Здесь я могу написать П, а Т, ну, для того чтобы... Ну, ладно. П, Т и КОТЕ. А, П, Т и КОТЕ. Чтобы понять, что... понимать, что здесь всё-таки мы интеграл как понимаем? Мы берём распределение, разбиваем интервал на несколько частей и в каждом вводим дополнительное Т. И здесь АВС записываем как вот в этих точках. А здесь П, АТ, КОТЕ, КОТЕ, КОТЕ. Вот в такой форме записывается, можно записать функциональный интеграл. Иногда так и пишется функциональный интеграл. Вот так. В такой форме. Но обычно пишется не в такой форме, а... Только И не надо. Плюс И вот здесь вот... Если я вот это всё вынес, интеграл, тогда здесь минус. П, да, минус стоит. Но... Вот... Эта форма функционального интеграла называется Гамильтоновой. Но обычно переходит в клавераксовой форме. А что делают для этого? Делают для этого следующее. Делают и вот по всем П интегрируют вот это выражение. Ну, в самом деле, почему бы не проинтегрировать? По П в этом выражении это, в общем-то, ничего, никаких трудностей не представляет. Это будет, значит, произведение. А, вернее, не произведение, а вот как умножить. Единица на 2П. И... А здесь при интегрировании по каждому... Полность получается при интегрировании по каждому П. По каждому П. У нас стоит, значит, так стоит. Минус. А здесь напишем так. И делить на 2М. Минус И делить на 2М. А здесь... ПН минус... Что это? М... Кусточкой... Н, да? Квадратно, да? Я... Вот эту экспоненту записываем с П, членовых показателей. Записываем такому. Минус я его написал. И делить на 2М. Написал. Минус... Минус... М... У с точкой... Н... И здесь напишем... Здесь у нас лишнее, да? Минус... Вернее, плюс. Здесь... И здесь... Плюс здесь... Ну, понятно, что будет... Минус И... Кусточкой... Кусточкой... Н в квадрате... На... М... Кусточкой... Минус... И... Н... Кусточкой... Н в квадрате пополам. Да? Правильно. Ну... Смотрите. Вот... Квадрат этого члена... Квадрат этого члена сокращается вот с этим... Членом. А... Квадрат этого... Это... Смешанное произведение... Это... Всё. И в результате... Здесь получаем... Получаем... Значит... 2П... Это множество... Каждое здесь стоит. А ещё... Вот... Ещё... Будет... Ещё будет у меня... Множитель... От перехода... Я должен интегрировать... Понимаете, что... Кауссовская интеграла... Я в степени минус х квадрата... Это есть... Корен из пи... Правильно? Я в степени минус х квадрата... Вот в степени... А здесь не х квадрата... Это... Вот... И... На... 2РМ... Значит... Я должен... Корень из 2РМ... Делить на и... Да? Ну, вообще-то... Бессмысленно это я занимаюсь... Потому что... Потому что... Так... Напишу... Корень всё-таки... Из... Пи... А здесь 2РМ... Делить на и... И... Всё это... В... Н-ной степени... Ну... Понятно... Когда они стремятся к бесконечности... То это... Корень... Понятно... Это произведение... Что это такое? Это расходящееся выражение... Смысл его... Особо может придавать... Мы не можем... Поэтому... Просто напишем какой-то Ц... Ц... Он должен вылетать в физических величинах... Сокращаться... Эти множители... Везде в физических величинах... Ну... Его можно, конечно... Вычитывать... Я повторяю... Что смысл... Отсого он не имеет... Поэтому... Значит... Напишу я просто Ц... И останется... Интеграл... Останется у меня... Интеграл... ДКУ... Где ДКУ... Я понимаю... Как вот это... Произведение... А что останется... В экспоненте останется... Что останется... Значит... Останется... Минус ИУ... Да? И... Плюс... И... В куске... Квадрат пополам... Останется... Экспонента... А здесь... Стоит... И... Интеграл... ДТ... От ТИТа... До ТИТа... А здесь... Стоит... Э... От... Валенжант... Потому что у меня стоит... Что стоит? Э... У меня... Э... В куске... Квадрат пополам... Вот я же я... И вынесу... Минус У... От Ку... Значит... От... Ку... От Т... Ну понятно, что... Минус У... Он ухажается через... Координаты... И... Скорость... Минус У... Вот... Такое я... Получаю... Выражение... Для... Все... Здесь... Страю... Чтобы... Не мешалось... И... Вот... Прихожу... По... Такому... Дорожению... Для... Нашего... Маточного... Элемента... Это... Есть... Интеграл... Д... Есть... Такой... Значит... Такой... Вот... Интеграл... Но... Понятно, что... Интеграл... Он берется... Таким образом... Что... У меня... При... Фиксированное... Значение... Q... Это есть... Q... А... Q... Это есть... Q... Вот... В таком... Условии... Делается... Интеграл... Здесь... У нас... Так... Фиксированы... Ди... Ди... И... И... Значит... Интеграл... Делется... По... Промежуточным разлиением... А... Конечными начальными... Точки... Они... Фиксированы... Все... Вот... Это... Если... Мы... Интегрируем... По... Всем... Возможным... Кардинатам... В... Промежутке... Между... Т... И... Вот... Это... Основная... Формула... Ну... Нам... Конечно... Нужна... И... Эта... Формула... Нам... Нужна... Вечно... Другое... Что же нам нужно-то? Вообще-то... Что мы хотим получить? Вообще-то... Наше... Мы хотим получить... Как я уже многократно говорил... Наиболее общий объект в квантовой теории поля... Это... Функции Грина... Функции Грина... Патрижные элементы с матрицей... Это частый... Случай... Ну... Это... Как они получаются? Они получаются... Ампутированием функций Грина... И переходом на массовую поверхность... И умножением... Случай... На... Луновые функции... Начальников конечной системы... Вот... Так что... Наиболее общий объект... Это... Такая... Такая... И произведение. Я запишу так. Фи А1 от х1, Фи А, ну я не знаю, А1, но n большое я стесняюсь, потому что я там писал n большое и стремил n большую бесконечность. Но мы все равно напишем n большое. Но n большое, это n, никак с кем n не связаться. Про то n мы уже забыли, мы перешли в пределы n стремиться к бесконечности, и вот записали этот матричный элемент через уже функциональный интеграл. Так, как вот от х1? n это любое, то есть любое, конечно, ну вообще-то может даже и начинаться от единицы, среднее просто от поля, которое обычно равно нулю, но не всегда равно нулю. Так, а у нас есть спонтанное нарушение симметрии, то среднее от поля может быть не равно нулю. Да, так вот, значит, вот такое вот, это вот многочастично, n частично функция Грина. Вот это наиболее общий объект, который мы должны и записать в виде функционального интеграла. Ну а в ванковой механике обычно что этому соответствует? Ну х это у нас время только, а фи это координаты, да? То есть нам надо научиться написать, ну так, стартовать вот от чего. Нам надо научиться написать среднее произведение по ванкову, от t произведения, от q, от t1, да, на q от t2. Правда, я не сказал еще, что такое среднее произведение по ванкову. Вот что нам надо научиться писать, что нам научиться выражать в виде функционального интеграла. Здесь я не сказал, что вот а, это всякие, ну различные индексы могут быть. Вообще-то фи это может быть, это некое, ну обобщенное поле, не обязательно скалярное. И это вообще, при разных индексах могут быть разные поля. Это некий а обобщенный индекс, который в себя может аккумулировать сорт полей. Лорецовский индекс, цветовой индекс, флэйвортный индекс, все что угодно, все индексы. Такой обобщенный индекс, надо понимать. Вот. Но, ясно, что все, надо стартовать и вот все этого выражения. Вот для него, если мы получим дальше выражение в виде функционального интеграла для этого вакуумного среднего, дальше это уже вопрос обобщения реального по существу, ничего принципиального нет. Так вот, его надо написать. А как же мы его напишем? Ну вот давайте, давайте вот что. Стартуем вот сего. Напишем вот что. Так, напишем куи-тэ, куэф-тэ, вот так, конечно, куэф-тэ, трэш, да? А здесь напишем, здесь напишем, тэ произведение, напишем тоже. Вот ку, от тэргин, здесь оператор, конечно, куэф, здесь, конечно, оператор. И поляр, здесь, конечно, это операторы, операторы полей и изобедовские операторы полей. Значит, здесь тоже, вот, десенберговские операторы. Я, ну, я одно время писал курицу десенберговского оператора, потом выбросил его, по-моему, да? Ну, понятно, что, понятно, что нежели оператор зависящий от времени, так это десенберговский оператор. Ну, ладно, напишу я, здесь тоже десенберговский оператор. От тэргин, а здесь, десенберговский, от тэргин, и вот там, давайте, напишем вот такой матричный элемент. И вот мы можем написать матричный элемент, вот этот, а здесь напишем, у пито, от тэргин, да? Вот такой матричный элемент напишем. Как же мы его напишем? Ну, понятно, что тэргин произведения, это значит, что это есть ку от тэргин на кольр тэргин при тэргин больше тэргин и наоборот. Ну, давайте расходим случай при тэргин больше тэргин больше тэргин больше тэргин. А ясно, что это обратный случай просто перестановкой получится, перестановкой замены тэргин на тэргин на тэргин получится. Так вот, как же мы его напишем? Напишем мы его таким образом, что это есть, ну, тогда честно напишем, что это есть, значит, куэфта. Это, значит, здесь стоит е в степени... Т1 больше тэргин больше тэргин больше тэргин больше тэргин больше тэргин. Пишем здесь микротор, то есть е в степени минус и аж на тэргин, и аж на тэргин, на Q, Q оператор, на E в степени PH на T1, E в степени H на T1, E в степени минус H, а здесь плюс H, вот так, а здесь пишем E в степени PH на Q на E в степени минус PH на T2, и дальше пишем, здесь пишем Q на T1, да? Вот, Q на T1, Q на T1, Q на T3. Что же здесь мы сделаем? Здесь мы напишем, так, как же нам это лучше написать? Значит, что нам известно? Нам известно вот такой вот ватричный элемент, да? Например, да? Такой ватричный элемент. Вот. Вот давайте тогда здесь проложим полный набор состояний. Вот здесь проложим полный набор состояний Q1 на Q1, да? Q1 на Q1, да? Тогда это будет... Так, Q1 на Q1. Q1 на Q1, да? Так, O1, так, O1, O2, да, мне нужно все-таки как-то написать, как-то сохранить зависимость этого O1. O1, так, O1, над временем, как же я его сохраню, так, Ну ладно, можно и так написать, значит, как же можно написать? Где-то будем ставить полностью H1, да, H1, H. Подождите, соображу. Ладно, напишем, значит, DQ1, DQ2, а здесь будет стоять, да. Да, да, да. Запишем так. Это равно интеграл DQ1, интеграл DQ2, а здесь будет стоять следующее. Здесь стоит Q1, Q1, здесь стоит Q2, и здесь стоит... Вот, вот что-то... Какой саточный элемент здесь стоит? Вот здесь я ставил вот сюда полный набор Q1. Оператором Q, подействуя на это состояние, получил число Q1. И у меня стоит, после этого, этим оператором действую сюда, на Q1, получаю Q1T. Как вы помните, Q1, Qt. Где у нас было Qt, определение Qt со Qt? Ну, могу и по-другому написать. Могу и по-другому написать. Могу так написать. Значит, DQ1, DQ2, DQ1, ладно. Здесь напишу... Здесь напишу следующее. Здесь... А, все равно мне надо это использовать, чтобы... Как вы помните, что Qt-состояние, да? Это есть... Е в степени IHHT на Q-состояние, да? Так вот, значит, поэтому... Здесь я имею матричный элемент вот такой... Вот отсюда я получил это состояние Q1T1 на... Вот отсюда я получил это состояние Q1T1. И... И сюда... Сюда Q1T1... Пардон, Q1T1. Еще я сюда вставил полный набор Q2. Сюда вставил полный набор Q2. Q1T1 тогда я получил на Q2T2. И... И еще... И Q2T2. Сюда вставил полный набор Q2T2. А здесь Q2T2. Q2T2. Ку2T2. Ку2T2. Вот что такое? Вот я получил три таких матричных элемента. Да... Три таких матричных элемента. Каждый из них я могу записать как... Как... В этом... Каждый из этих матричных элементов я могу написать как... Интеграл. Функциональный интеграл. Такой. И... И... А все вместе... Я могу написать это... Это как... Интеграл. Интеграл. Дху. 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 Да? На Ку от Т1. На Ку от Т2. Интеграл. Дху. От Ку от Т2. Кусточка от Т1. Вот такая непонятная. Как понимается вот этот интеграл? Этот интеграл как понимается, мы берем разбиение. Вот это разбиение, оно производится разбиение на интервал. Этот интеграл раздевается на интервал. Таким образом, чтобы интервал времени... В первом интервале начальное время ТИТа, потом ТТ2. Второй интервал начинается со времени Т2 и кончается временем ТН. И третий интервал начинается с интервала Т1 и кончается временем ТФ. Конечно, Т1 и Т2 лежат внутри интервала ТИТа и ТФТ. Это разрывается. Ну и каждый интеграл. В каждом интеграле берется интегрирование только по промежуточным разбиениям. А вот в этом интервале берется, для каждого разбиения интеграл включает интегрирование по промежуточным координатам. А вот это ДФУ включает и по координатам на границах интервалов. Интеграл на границах интервалов. Вот таким образом представляется... Все это... Вот это вакуумное среднее так вот записывается в виде функциональных гигалов. То, что мы впрямую можем получить исходя из нашей первоначальной формы. Но нас опять же интересует не вот это вакуумное среднее. Это вовсе не вакуумное среднее. Нас интересует вакуумное среднее. Здесь переход несколько требует... Ну, либо каких-то таких операций... Здесь есть некие математические тонкости, которые... Ну, давайте мы... Они могут быть решены... Наверное, эти тонкости могут быть так... Ну, детально выяснены и в нормальном пространстве. Ленковского. О физическом пространстве. Но лучше их... Они более, может быть, понятны в нефлидовом пространстве. Поэтому вот мы воспользуемся таким... Таким переходом в нефлидовом пространстве. То есть мнимое время. Мнимое время. Давайте рассмотрим вот этот функциональный интеграл. И рассмотрим предел. Рассмотрим такой предел. ТИТФТ. А, вот введем. ТТ равно минус и там. Минус и там. Ну, вообще-то, что мы должны... Ладно, сначала рассмотрим такой предел. ТИТФТ стремится к бесконечности. ТИТФТ стремится к минус бесконечности. Вот такой предел этого выражения. И... Значит... Ну, тогда здесь функциональный... Здесь мы ничего... Ну, просто берем... ТИТФТ... Здесь тогда будет интеграл просто... По бесконечному протяжутому времени. И все. Справа все тривиально. Тривиально пишется. А что слева мы имеем? Что слева? А слева, вот опять же... Ставим... Ну, опять же для... Эээ... Слева, да. Слева. Здесь ставим... Эээ... Полный... Эээ... Набор состояний. Здесь ставим полный набор состояний. И здесь полный набор состояний. И вообще-то лучше нам говорить не о... Эээ... А разделим на... Просто на... Вот... Матичный элемент без... Без вот этих операторов. Эээ... Я уже говорил, что когда мы рассматривали такую функциональную интегралку, там... Он содержит какие-то бесконечные множители, которые физического смысла не имеют. Поэтому... На самом деле, когда... Что нас интересует... Например, теория поля. Нас интересует... Не такой... По существу... Не такая функция Грина. А нормированная функция Грина. Вот так... Такая. Вакуум-вакуум. Вот такая. Ну... Когда мы на диаграмму фирма, на такую функцию Грина вычисляем. Это означает, что мы все... Отбрасываем все несвязные диаграммы. Несвязная диаграмма, которая содержит... Матик с элементом перехода вакуум в вакуум. Вот. Вот именно эта величина нас интересует. Эээ... И здесь тоже, конечно, вот такая величина нас интересует. И здесь тоже, давайте рассмотрим... Не это среднее, а вот такое среднее. А здесь стоит... УФТ, ТФТ, нормированное среднее. Нормированное, так сказать, среднее. На Куида, Куида, Теида. Да? То есть... Это... Вот такой интеграл. В терминонфюсаторный интеграл мы имеем. Такой интеграл. Деленный на интеграл ДКУ. А здесь просто экспоненты без... Вот этих кнопок, ТКУ. Экспоненты, экспоненты, да? Здесь КУИД, интеграл от ЭЙ, А3-ТКУ, АР ТКУ. Вот, что вы нас интересует. Да. И давайте вот распишем вот эту графику. Проложим полный набор состояний с определенной энергией. Что же мы тогда получим? Проложим полный набор состояний с определенной энергией. Мы получим сумму, для простоты будем считать, что энергия принимает дискретное значение, и мы получим сумму по ревну, а здесь стоит крефта, трефта, ага, крефта, трефта, значит, а здесь стоит энергией, а здесь стоит энергией, ну, как вы помните, значит, опять же, коэфт, трефта, это что такое, а вот коэфт стоит, видите, здесь стоит гаминтониан, здесь стоит гаминтониан будет, здесь стоит экспонент со стагом плюс, здесь стоит экспонент со стагом минус, значит, здесь будет такой, такой, значит, просто губль, коэфта, а здесь будет стоять множитель е в степени минус и, не минус и, плюс, а минус, минус и, минус и, минус и ТНФТ на ЕН, а здесь будет, кстати, это произведение от Q со шляпой от Т2, то есть я положил здесь полным набором энергией состояния, а здесь полным набором энергией состояния, да, и здесь тогда у меня будет, да, а здесь будет М, а здесь будет Q, Т, да, М на КУИТА, теперь у меня было, ставилось здесь Е в степени ИАШ, вот здесь было Q и ТИТА, значит, содержало Е в степени ИАШ и ТИТА, значит, будет стоять ТФТ и ЕН плюс И ТИТА и ЕН, вот так, вот такая будет сумма в числителе дворя, а что будет стоять в знаменателе, ну, давайте то же самое напишем сумма по НМ, а здесь напишем КУИТА, КУФТА, ну, то же самый экспонент, ну, только если без, ну, все то же самое, минус ИТФТ на ЕН плюс ИТИТА на ЕН, а здесь стоит QФТН, ну, на самом деле стоит, ну, какой, Дельта НМ, да, я пока напишу Н, Н просто, а это есть просто Дельта НМ в соответствующей нормировке этих состояний, где стоит, ну, это нам не очень важно, Е в степени, Е в степени, то есть, никакой уже Е в степени, М, естественно, КУИТА, все, все, больше ничего нет, вот что стоит в знаменателе, вот что стоит в знаменателе, и вообще-то нам нужно взять предел ТФТ бесконечность, ТФТ минус бесконечность, да, ну, и что у нас стоит, вот, можно так сказать, на самом деле, можно так сказать, что, вот у нас есть состояние, вакуумное состояние, с минимальной энергией, да, все остальные, вот, давайте от него будем считать, что энергия вакуумного состояния равна нулю, потому что 0 от 4 энергии он произволен, энергия вакуумного состояния равна нулю, а все остальные, состояние в большую энергию, тогда что мы имеем? вот эти вот вакуумное состояние не имеет экспонентности, да, 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 вакуумное состояние, да, Бесконечные осцилляции, бесконечные осцилляции. Ну и там можно как-то, на основании каких-то математических теорем, показать, что эти осцилляции можно, что осциллирующие члены можно выбросить, они в сумму вклада не дают. И, значит, в пределе, когда у нас t, t стремится к минус бесконечности, плюс бесконечные t, t к минус бесконечности, это стремится к чему? Здесь остается только состояние r. Вот в этой сумме можно удерживать только вакуумное состояние. И здесь, значит, стоит математический элемент 0QF, значит, в вакуумном состоянии никаких множителей, никаких экспоненциальных множителей нет, поскольку, ну, зато, опять, что-то применение вакуумного состояния. Значит, и у нас стоит вот QF в 0, и здесь QI в 0, а в знаменателе тоже стоит, здесь QI в 0 и QF в 0, все, только вакуумное состояние осталось. И все, тогда это все стремится к нолю. Эти сокращаются, значит, у нас сокращаются, у нас вот эти вот 0QI в числителе и QF в 0, они сокращаются в числителе и знаменателе, и получается просто здесь вот это вот вакуумное среднее, тут Q со шляпой от T1, и Q со шляпой от T2, от T2. И вот это вакуумное среднее, значит, что же мы к какому-то исключению пришли, это вот такое вот вакуумное среднее, можно записать как такой вот интеграл, где интегрирование ведется от минус до плюс бесконечности. Ну, более строго, что ли, можно это выяснить, используя не в клидерс, не в клидерс, не в клидерс, не в клидерс пространство, а в клидерс пространство, то есть перейти в, считать, что T равно минус ИТАУ, тогда вот этот интеграл становится хорошо определенным, вот этот интеграл становится хорошо определенным, потому что он будет содержать, ну вот, скажем, посмотрим, что это будет за интеграл, это будет, скажем, возьмем генерический член, это есть, здесь И интеграл ДТ, ДТ это есть минус И ДТАУ, ДТАУ, да, И на минус И сократится, и здесь будет М, КУ с точкой, И ДТАУ по ДТАУ в квадрате, и еще лишний слеза минус, вот такой вот шверк, вот и здесь нам сходим интеграл, и, значит, берем Д равно минус ИТАУ, и в ТАУ, ТАУ меняется, ТАУ уже меняется, ТАУ меняется от минус бесконечности до бесконечности, вот, значит, так, так можно понимать вот этот интеграл, этот интеграл, ну, в принципе, это же не собственный интеграл, и вот, как его понимать, этот, значит, вопрос, он нуждается в доопределении, вот, можно естественным доопределением является переход вот в эвклидовое пространство, когда Т равно минус ИТАУ, ТАУ меняется от минус А, потом плюс, ну, ладно, нет, здесь ТАУ меняется от минус бесконечности до бесконечности, Т равно минус ИТАУ, и ТАУ вещественное, а Т тогда у нас в минусе, тогда этот интеграл хорошо определенный, значит, его можно вычислять спокойно, а потом нужно уже продолжать физическую область, аналитическую продолжение, делать аналитическое продолжение, ну, в общем, это вопрос доопределения, который, так, я не знаю, не хочу ли я их обсуждать, это такая деталь, я не хочу обсуждать, это такая материя тонкая, на самом деле, но, понимаете, и когда мы, ну, переход к евклидовское пространство, то есть, к мнимому времени, или к мнимой координате, к мнимому времени, или к мнимому нулевому импульсу, то есть, разворот, когда мы интегрируем, скажем, вычисляем ферменские диаграммы, матерские элементы соответствующие ферменским диаграммам с петлями, тогда нам надо проводить интегрирование к эпидемиуму импульсом, то есть, интегралы, опять, у нас, они плохо определены, то есть, когда мы интегрируем по вещественным, по нулевой компоненте импульса виртуальной частицы, то у нас встречаются на пути интегрирования полюса, соответствующие функциям Грина, полюса, соответствующие, ну, полюса, которые отвечают нулям пропагаторов функции Грина, и мы должны определять правила откуда этих полюсов, и, в общем, интегрирование, когда мы находимся в глиндовской области импульса, то, как мы можем проводить интегрирование, поворачивая контур интегрирования по нулевой компоненте вдоль мнимея си, тогда все интегралы становятся хорошо определенными, и таким образом вычисляются. Вот эта процедура, такого разворота импульсовства, она для вычисления таких интегралов, она эквивалент вот такой процедуре перехода к мнимому времени. Ладно, не буду я больше на этом останавливаться, все равно ничего пунктного сказать на эту тему я не могу. Ну вот все, вы получили на самом деле, что же вы получили? Что вот такое вот... Мы получили, что, значит, вот такая вот функция грина, вот такая функция грина, она записывается, видишь, в функциональном интеграла такого. Что это есть интеграл dq, а здесь q от t1 на q от t2, ну, воздух, и здесь экспонента, интеграл от и с бесконечности до бесконечности до бесконечности в правлении, и x от t, а здесь, значит, л от q от t кусточкой от t. Ну, воздух, это выражение для, ну, правда, здесь надо разделить еще на такую же интеграла, ну, просто dq и просто с экспонентами. Вот такое вот выражение для функции грина. Мы получили кванты механики, кванты механики. Ну, обобщение же прияльное, да? Ясно, что обобщение это будет интеграл. Какой будет интеграл? Это будет интеграл dφa от x, да? dφa от x, и здесь будет стоять φa. Здесь бы там были операторы, леземберговские, а здесь уже будут числа, здесь q это число, и здесь тоже числа φa1 от x1, φa1 от x1, Здесь, и здесь, здесь, и здесь, и здесь вот с экспонента, и здесь, Здесь стоит интеграл i, интеграл d4x, и здесь плотность килограммцева от φa от x и делю φa от x. Плотность килограммцева зависит от полей и их производных. Здесь надо разделить на этот же интеграл dφa от x, а здесь просто экспоненты без этих множителей. Так, вот это вот результат в теории поля. Поля — это координаты, а вот x наряду с а — это норме поля. Но пространственные координаты — это тоже номер поля. То есть здесь интегрирование, здесь мы дискретизировали только время. Координаты у нас по определению были дискретны в квантовой механике. Ну, у нас были счетные числа координат. Вообще, ну, трехмерная. Есть и одномерная квантовая механика — одна координата, или там трехмерная квантовая механика — три координата. А здесь в роли координата, значит, выступают поля. А вот пространственные x — это вот здесь x — это d, который вот так же играет ту же роль. Здесь, видите, интеграл по dt — это функция Лагранжа. А здесь стоит блокность Лагранжовой функции. То есть интеграл не только по времени, но и по всему трехмерному пространству выполняется. И, значит, здесь мы сначала дискретизируем, делаем дискретную пространство. Потом время и, значит, функциональный интеграл вычисляем вот так вот в каждой точке пространства. Интеграл по полям в каждой точке пространства, в каждой точке по времени вычисляем. Ну, конечно, это... И потом переходим к пределу, когда вот размер вот этой ячейки пространства и временем стремится к малю. Ну, на самом деле, конечно, этот предел... Ну, как вычисляется этот реальный переход к пределу? Ну, на самом деле, вещь неприятная. Но есть вот приложение метода функционального интегрирования, так сказать, прямое, когда у нас на самом деле пространство и время дискретно. Это квантовая электродинамика, так называемая квантовая электродинамика на решетке. Есть такая формулировка, решеточная формулировка квантовой электродинамики, можно... квантовую кромодинамику, пардон, можно переписать в виде... то есть дискретно. Ну, дискретная формулировка, квантовой кромодинамики, она, в общем-то, давно и давно существует. И сейчас эта дискретная формулировка активно используется, потому что тогда интегрирование можно проводить на компьютерах. просто, если есть мощный компьютер, мы можем вычислять вот некие наблюдаемые, просто вычисляя полный функциональный интеграл. Преимущество то, что тогда не надо никакой темы возмущения. точное вычисление, точное вычисление, но, если компьютер достаточно мощный, конечно, интеграл вычисляется. Ну, конечно, требуют специальные методы. Конечно, они вычисляются помощью методов, вот так, методов, как тут называется, в Монте-Кабло, в общем имени. Ну, там есть свои, конечно, свои формулировки и другие методы. Ладно, я хочу просто сказать, что вот активное, мощное приложение вот этого метода функционального интегрирования имеется в области квантовой кромодинамики, в такой решуточной формулировке квантовой кромодинамики, вы должны понимать. Но обсуждать эту формулировку... Это специальная формулировка, конечно. Обсуждать её у нас нет и времени, и возможностей. Я просто хочу, чтобы вы знали, что есть такая формулировка, и она сейчас активно используется. Так, а что касается такой, ну, не... Всё-таки вычисления в непрерывном пространстве времени, то, по существу... Ну, что можно? Можно теорию воспущения разбить с помощью функционального интеграла. И это... На самом деле... Как это можно сделать? Можно вычислить... Известно, как вычисляются гауссовские... Интегралы гауссовского типа. То есть интегралы... Скажем, такого... Интегралы... Такого типа. Здесь φx... А здесь стоит... Э... Энеспонента... А здесь стоит... И... Интегралы... d4х... d4x... А здесь стоит... Я как напишу? Фи... Вот, для определённости это атоментная. Фи... Фи... Здесь некий оператор... Я напишу о оператор на фи. На самом деле, у огражен свободных болей может быть записан в такой форме. Потому что, чтобы огражен свободных болей, это есть дмф в квадрате минус n в квадрате фи в квадрате. Здесь дмф, поскольку интегрирование ведется вот в этом интеграли, дмф можно перебросить и написать это все как фи минус фи д квадрат фи. То есть огражен свободных болей представляется в такой форме. А интеграл от этого? Ну понятно, как мы понимаем, что интеграл от... Что можно сказать? Вы знаете, интеграл dx на 2 степени минус а квадрат минус ах квадрат. Что это такое? Это есть единица... Курь-диспиль и ритна. Вот Курь-диспиль и ритна знали. А тоже под корнем стоит. А тоже под корнем стоит. Я знаю, какой интеграл. Ну и в принципе... Ну тогда и этот интеграл мы тоже можем написать. Но только будет стоять... Здесь ведь многомерный интегрент интегрирован. Поэтому будет стоять не такой корень, а корень из детерминанта вот этого оператора. Детерминанта этого оператора. Ну на самом деле, такой же интеграл нам не нужен. Нам нужен интеграл вот такой. Нам нужен вот такой интеграл. Такой интеграл. Вот здесь стоит... Здесь нужен... Фи от фикс 1. Фи от фикс 2. Ну и дальше. Более высокие производные, да? А здесь... Ну и идейте речь на интеграл. Вот такого типа интеграл нам нужный. А здесь просто экспонент. Интеграл нам нужный вот такой угол. Как же они вычитаются? Они вычитаются с помощью производящей функции, так называемой. Вместо вот этого вот... Вводится функционал, производящий функционал. Обзывается функционал. Обзываем Z. Z-функционал. Я буду записать. Производящий функционал. Производящий функционал. Тогда уж давайте, если уж я начал говорить про этот производящий функционал, то... Напишу его... Напишу его... Z от жит. Напишу А от фикс. Это есть... Значит... Это есть... Интеграл... Дальше... Дальше... А от фикс. А здесь стоит экспонента. А здесь стоит... И... Интеграл... Дальше... Дальше... А здесь стоит... Вот... Ну... Л напишу... Л от фи А... От х... Дм... Дм... Фи А... От х... Вот такая... И здесь... Запишу... Плюс... И... Интеграл... З4... Родина... Прогнозначно. Производящий функционал. Ну... Можно разделить. На... еще на интеграл без жима, а можно и не делить, в общем, потом можно делить, как угодно. Вот ведем такой производящий функционал, и тогда, тогда, как функция Грина вычисляется? Функция Грина тогда вычисляется, скажем так, ну, я так напишу, что вот эти вот функции Грина, вот эти вот функции Грина, да? А, ну, лучше тогда разделить. Разделить. И интеграл h4x, вот просто l, без всяких, без вот этих вот токовых, вот эти жи называют источниками или токами, как угодно. Так вот, это легко видеть, что вот тогда такая вот функция Грина, чему она будет равна? Она будет равна дельта, значит, z от g, a от x, дельта, o, ну, дельта, n. Это, 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 это вариационная производная, делить на и венной, и венной, да, а здесь стоит вариационная производная по g, a, 1 от x, 1, и дельта, g, a, n от x, n. Вот, вариационная производная берем, как, ну, здесь же, вариационная производная, да, она вычисляется просто же. Мы просто берем производную, это значит, f соответствующая, при экспоненту идет все. Итак, вот такое формальное выражение функции Грина через производящий функционал. Вот это вот, я повторяю, называется производящий функционал для функции Грина. Производящий функционал для функции Грина. Это выражение формально-авариационных производных. Теперь, а как же мы можем вычислить, например, функцию Грина? Ну, все просто, ты, свободного поля. Что бы тогда? Вот у нас есть свободное поле, да? И плюс здесь стоит, для свободного поля, мы можем в яфт вычислить вот этот вот функциональный. Яфт у нас для свободного поля. Имеется вот такое выражение для этого, например, джан у нас. Значит, джан на производящий функционал добавляется здесь, джан на производящий функционал добавляется, плюс в интеграле добавляется G на Фи, правильно? G на Фи, да? И интеграл, вот, ну вот, отношение вот к этому интегралу, вот к этому интегралу, в этом отношении вот все эти вот нормировочные множители, они сокращаются, да? А что у нас остается только? Ну, как этот интеграл может быть вычислен? Он может быть вычислен с движкой, правильно? Мы сбегаем, говорим, что Фи сделаем сдвижку. Какую сдвижку? Ну, напишу сейчас какую сдвижку. Сдвижка это такая? Сдвижку мы делаем, что? Говорим, что? Ну, мы можем вот все это выражение, да? Вот, не И, написать так, что? Вот, я про И забыл. И про ДН4 их забыл. Написать вот, вот Фи О Фи плюс Ж Фи, написать как Фи плюс О в минус первое. Ж и минус, и минус, и минус Ж, О в минус первое на Ж. Правильно? Как я написал вот это все выражение? Ну, нет, ни возможности, ни времени, выписывая все индексы, все зависимости от координат, я излагаю схему, галейную схему. Вот так написал, да? Правда, здесь одна вторая будет, да? Потому что Фи плюс Ж Фи. Пополаза. Здесь пополаза. А здесь четыре. Вот так. Ну, понятно, что вот член без Ж, это вот этот член. Член первого порядка по Ж, это вот этот член. Потому что он, он минус первое сокращается. И вообще, он считается эрмитровским оператором. Вот, перебросили, значит. Поэтому получается вот этот член. И, опять же, член квадратичной по Ж. Вот, все, мы сократили его. Вот так его написали. Интервент, что, значит, производная. Понятно теперь. А, когда вот я говорил, что вот это вот варюционная производная, но забыл добавить, что очень плохо. Варюционная производная, это берется прижи равную нулю, естественно, да? Прижи равную нулю берется варюционная производная. Ну, и вот, мы видим, что здесь, что, значит, варюционная первая, первая порядка пошли прижи равна нулю. Она, конечно, равна нулю, потому что берем первую варюционную производную. Поэтому, значит, в предэкспоненте остается только член вот такого типа Ж вон минус первая. Ж, оно сокращается вон минус первая, но член, он пропорциональнейший. Поэтому прижи равна нулю он снуляется. Остается только варюционная производная второго порядка. И это есть О в минус первой. О в минус первой. Судет оператором О в минус первой. Тот оператор, который здесь стоит, в минус первой степени. И это есть функция Грина свободного поля, да? Ну, легко понять, что функция Грина свободного поля, скажем, бескалярного поля, что у нас, что здесь у нас, какой у нас оператор стоит? d квадрат плюс m квадрат, да? d квадрат плюс m квадрат, а или выпульс на пространстве, это есть p квадрат минус m нулю, m квадрат минус p квадрат, как хотите. А пропагатор, это есть единица на p квадрат минус m квадрат, правильно? Вы получили правильный пропагатор. Ну, вот так работает такая, я продемонстрировал формально пользу от вот этого, от производящего функционала и как можно его использовать, ну, вот в простейшем случае для вычисления функций Грина свободных. Ну, конечно, можно использовать не только, можно разбить теорию возмущений, всю теорию возмущений используя вот этот самый, это дешевый, производящий функционал. Потому что мы же, если у нас есть не только свободное поле, если есть взаимодействие, мы взяли, вот здесь оставили в экспоненте только свободный член, свободное взаимодействие, то есть не взаимодействующие поля, а свободное, плюс вот этот вот член. А все взаимодействие разложили в предэкспонент. И, будь-нибудь, шляп все это играл, используя вот технику производящего функционала и это все, всю теорию возмущений таким образом построили. То есть это другой подход и его и возмущений. Не с точки зрения фронтования, а совсем с другой точки зрения и вот с помощью функционального или континуального или интегрирования по путям. Это другой подход, который, значит, удобен для получения всякого рода общих соотношений. Тоже не только, он, конечно, широко используется для вкладной хромодинамики на решетке, в решетчной форме нормы вкладной хромодинамики, но он еще широко используется и для общего анализа теории. Ну, скажем, вот. Проблема плантования нягких ребровочных теорий, она была решена с помощью функционального интегрирования, о чем мы с вами вроде бы будем говорить. На следующей лекции, да? Да. Ну, хорошо. Ладно. Что еще? Вот это, значит, пока я работал с бозонными, естественно, болями. Но, оказывается, метафункциональную интегрированию можно распространить и на фермионные болями. И на фермионные болями. Но, правда, при этом надо считать, что ввести некие новые объекты. Необычные числа, вот здесь интегрирование, вот в метафункциональной интегрировании диапазонных полей, вот эти поля мы рассматриваем как обычное число. Поэтому, значит, для фермионных полей необходимо вводить градсмановые переменные. Грамм шмановые переменные – это не обычное число, а антикоммутирующее число. Вроде бы число, но антикоммутирующее – это вот так называемые градсмановые переменные. И, если скажем, мы рассматриваем фермионные поля. Но, опять, пусть у нас есть только N – фиксированное число вот этих вот фермионных полей. То есть, есть у нас фермионные поля, только в фиксированном, опять, рассматриваем все, дискоммутизируем, и рассматриваем только фиксированное число точек дискретных. И пусть у нас в этих точках определенные фермионные поля – Psi1 и PsiN. Опять это большое. Ну, опять никакого отношения не имеющего ни к тем, ни к еще раннешним временам. Так вот, эти фермионные введем в градсмановые переменные. Для градсмановые переменные Psi1 и PsiN таким образом, что PsiI-то антикоммутируют. Пси-то равен нулю. Антикоммутируют. Они антикоммутируют. Эти переменные. Это значит, что Psi в квадрате равно нулю. Такие вот необычные переменные. Сами они не нулю, а квадраты равны нулю. Вот. И тогда, значит, все можно… Ну, если у нас есть такие переменные, то понятно, что у нас… Что мы можем… Мы можем ввести базис, по какому все… Можно все… Через которые можно выразить всю зависимость от вот этих переменных. То есть, что у нас есть? Какие? Что мы можем построить из этих Psi? Мы можем… Ну, просто есть единица. Нет никаких у нас Psi. Потом есть… Пси-ито. Потом есть… Пси-ито и Пси-жито. Ну, конечно, при неравном жи, да? Потому что Пси-ито в квадрате – это есть единица в сегодняшнем соотношении. И плюс и так далее. Ну, здесь Пси-ито и Пси-жито. И Пси-жито и Пси-ито – это одно и то же. И плюс Пси-1. Пси-М большое. Все. Вот. Сколько таких переменных? Легко посчитать. Два стабильента таких… Таких вот… Базисных комбинаций. Базисных комбинаций. И, значит… Можно здесь… Вот… Я еще раз говорю, что всю зависимость от этих… Вся зависимость от Грантсмановых элементов Пси, она выражается вот через эти базисные величины. Так. Ну и можно ввести производную по Грантсмановым переменным. И можно ввести интеграл по Грантсмановым переменным. Производный вводится такой… Так, что… Пси… 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 один… Пси один… Один… Их, значит… Пси… ин… Эн… Конечно, нужно, чтобы вот здесь эта псиита содержалась, но это либо 0, когда псиита здесь не содержится в этом произведении, либо это есть минус единица в степени, так скажем, как. Вот я же, эта производная стоит, вот здесь я стоит, пси, ну ладно, вот пси один, здесь пси и минус один, производная отлично аккумулят только тогда, когда у нас здесь есть, здесь псиита есть, а здесь, значит, а здесь пси и минус один, а здесь и так далее, и какой-то пси, так вот, это, производная это есть минус единица в степени и минус один, на пси один, пси и минус один, и так далее, понятно, что это, это пси в результате диффицирования вылетает, но вот знак, он стоит минус единица в степени и минус один, то есть, если псиита стоит здесь, крайней слева, то тогда знак плюс, а вот, а если она движется, то меняется с есть, но правая, правая, правая производная, называется, да, а есть еще левая производная, но они, может, левая производная, которая имеет не такой знак, а знак, вот, левая производная, она равна единиц, когда псиита стоит крайней здесь, То есть знак единица, когда производная стоит крайне справа. Вот. И, ну, я не знаю, в общем, это может и не обязательно. Можно обойтись и одной производной, но, в принципе, и левую производную, и правую. То есть производная, в одном случае, она имеет положительный знак, когда можно четным числом перестановок перетащить чьи-то сюда, а в другом случае, когда можно перетащить, опять же, четным числом перестановок сюда. Ну, вот эти производные отличаются. И будут интегралы. Интегралы. Можно определять эти интегралы. Дэпси-ито. Такой интеграл равен нулю, а такой интеграл. Дэпси-ито, пси-ито на пси-ито, равен единицей. Всё. Вот определены правила действия красного перемена. Ну, конечно, когда у нас имеется конечное число этих красных перемен. Всё. Правила определены. А дальше, значит, вот исходя из этих правил, значит, показывается, что можно вести... Можно... А, исходя из этих правил, показывается, что вот есть такое отличие от интегралов по красным переменным, от интегралов по обычным переменным. Если у нас, когда мы интегрируем по обычным переменным, вот интегралов, значит, такой, как бы я написал, дэпси произведения, дэпси-ито, ито, и от единицы до n, да? Дэпси-ито, а здесь стоит е в степени минус, фи, ито, а, ито, като, на фи. Ну, давайте фи сопряжённый напишу, да? А, ито, като, на фи като, да? Вот такое вот, такое выражение, такой интеграл. Он чему равен? Ну, он равен, я так не буду писать множитель, но он пропорционален детерминанту, детерминанту А в минус первой степени. Да? Детерминанту А в минус первой степени. Правильно? Ну, правильно, конечно. Берём просто первую детерминанту. Вот здесь же просто скалярные поля, да? То есть не комплексные. То и единицы на... и здесь просто число А. То и единицы на корень из А интеграл, как вот Тимофей Владимирович только что говорит, так сказал. Правильно это? Ну, а если здесь на самом деле комплексное, то есть здесь на самом деле комплексные поля, то есть интеграл и по фи сопряжённому, то тогда комплексные поля и одно комплексное поле, да? И здесь. Ну, тогда будет А в минус первой степени. И уже не в одной, а в первой степени. А если много полей, то детерминант вместо этого. Понятно это соотношение. Так вот. А ежели теперь возьмём и здесь проведём, интегрируем, здесь напишем так. Введём поля Пси с чертой наряду с Пси полями. Введём поля Пси с чертой наряду, да? Или Пси крестой, или Пси с чертой, как угодно. Но они могут рассматриваться и как сопряжёнными вот этим полям Пси, и как независимые совершенно поля, независимые от Пси поля. И расположим такой интеграл. 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 С Дальдом. С Дальдом. С Дальдом. С Дальдом. С Дальдом. Происведение опять. С Высвечением. И. С Дальдом. С Дальдом. Ну ладно, лучше шлишь и тогда. И И. Ну ладно. Будут. И, хотя это не очень хорошо использовать не мои индексы, а Деньки. Ну ладно, вы меня простите, да. А здесь будет стоять такая экспонентная экспонента, здесь будет стоять Пси с чертой, чертой ИТ, М, ну тоже А, и КТ, а здесь Пси КТ, да, ну такое будет стоять, такое будет стоять выражение. Здесь я не пишу никакой коэффициент, потому что он не кажется, я пишу вот с точностью до общего коэффициента детерминат, поэтому здесь и здесь я этот коэффициент не пишу. Так, так вот, здесь этот интеграл будет оказывать равным детерминат А в первой степени. Детерминат А в первой степени. Этот интеграл. Ну не равный, а дальше пропорционально. Здесь какой-то множник числовой. численный множник, там типа Пи в какой-то, корень из Пи в какой-то Н степени там, или что-то в этом роде. Важно то, что детерминат будет в первой степени, другая степени там не надо. И это легко понять, в принципе. Как это легко понять так? Качественно. Давайте сообразим. Вот давайте эту экспоненту. Давайте разложим, да? Разложим. Какой член разложения экспонента даст вклад? Какой член разложения экспонента даст вклад? Но только Н же член разложения даст вклад. Потому что для того, чтобы, видите, интеграл просто n-пси равен нулю, да? Нужно, чтобы на каждой Пси, вот на каждой Т-пси пришлось Пси. И на каждой Пси с чертой пришлось Т-пси с чертой. А как это может быть? Т-пси. И причем один раз, да? Два раза Пси будет. Это ноль просто, да? Два раза Пси с чертой, то же самое с тридцей, тоже ноль. Поэтому нужно, чтобы на каждой Т-пси пришлось соответствующее Пси. И поэтому тежнорендный член разложения, там вклад, да? Где n большое, где n это число полей. Здесь Пси ида, Пси ида, Пси ида, да? Ну вот. Значит, и поэтому... Ну а после интегрирования интеграл от Пси... Да Пси ида, но Пси ида даст единицы. Единицу. Все, значит, после интегрирования все Пси и все чертой исчезнут. И останется просто произведение. произведение А, И1, К1, И2, К2 и так далее. Такие, что И1, все И разные. И все К разные. А что это такое? И причем знак соответствующий из перестановки. Это вот просто будет детерминат. Так что вот легко убедиться, что такой интеграл будет равен просто пропорционально. Просто детерминат у этого оператора. В отличие от базонных. Вот это кардинальное отличие от базонных полей. И это кардинальное отличие, на самом деле, приводит к тому появлению в метре функционального интегрирования. Оно приводит к появлению минус единицы на каждой фермионной плечи. Вот. Теперь, а как же можно производящий функционал написать для вот этого самого... В случае, когда у нас есть фермионные поля, когда, значит, у нас логрожан содержит еще и фермионные поля, логрожан содержит. Тогда, значит, в производящем функционале добавляется, кроме вот источников такого типа, да, про базонных источников. Добавляем цифермионные источники такие. Это с чертой Пси плюс Пси с чертой это. Ну, конечно, здесь и это зависит от икса, и проводится индивидуру по иксу. И, значит, функция Грина выставляется как функциональные производные, вот базонные функции, как функциональные производные по базонным источникам. А функция Гринфедерина как производящие функционалы по фермионным источникам. Здесь функция Гринфедерина по зонoirarda как производящего функционал по 통對不對 базонным источникам, а здесь для Фермионов по Фермионовым источникам. Это и это с чертой. Ну понятно. Я же пронифицирую, например, это и это с чертой, то предэкспонент у нас опустится Пси и Пси с чертой. И мы получим функцию Грина. Что такое вот это с чертой? То есть это же это не поле? Это источник, который мы потом полагаем равным нулю. Это просто для чего вводится? Ну вот этот источник, для чего мы его вводили? Потому что его потом положили равным нулю. Для чего вы вводили? Чтобы провалировать и получить функцию Грина. Здесь тоже для того, чтобы провалировать и получить функцию Грина. А потом эти источники полагают равные нулю. А? Не, ну просто Пси же у нас теперь как у ней поле, как разное число, оно дает мне 4. Это тоже красное число. Это тоже красное число. И эти тоже красное число. Да? То есть они четырехразмерных, да? А? Четырехразмерных. Ну, четырех, а может… Ну если Пси – это просто обычная гироковская поля, но Пси может иметь еще и цветовой индекс. То есть… Понимаете? Столько же индексов, сколько у Пси только… Черта означает просто сопряжение в магнитово. И если там четырех, то еще гамма ноль. Ну то есть… Да это не обязательно. Гамма ноль… Ну, я не знаю. Это не обязательно гамма ноль. Не обязательно. Ну это же просто формальная величина. Я еще раз говорю, что в этом методе даже не обязательно Пси и Пси с чертой считаются… Пси и Пси с чертой могут рассматриваться как независимые перемены, понимаете? Когда мы берем производку поэта, то этот член не затрагивается, понимаете? Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел и мог сказать. Вопросы есть? Вопросы есть? Вот вы написали правила Дси равна 1 и на армировке 1. Сказали… Какая армировка? Говорю. Ну, армировка Пси равна 1. У тебя, вот, на армировке 1 и на армировке 1. Дэ Пси? Да, Пси. Да, Пси. Равен ей 1, да? Я такие правила игры принимаю. Такие правила игры, да? Все. Выше вы объяснили. Из-за смены коммутационных соотношений, да? Ну, понимаете, ясно, что мы не можем развить метод функционального интегрирования для фермионов, рассматривая фермионные поля как обычное переменное. Как обычное число. Понятно, что, нежели… Вот, когда мы рассматриваем бозонные поля, мы говорим, что можно формулировку теории для бозонных полей записать в виде функционального интеграла. Здесь уже интеграл по обычным числах идёт, да? Интеграл по обычным числам. Правильно? Ну, а для фермионных полей нельзя так сформулировать, очевидно, потому что это другой привод и поля. Они подчиняются антикоммутационным соотношениям. Поэтому нужно придумать другую формулировку, да? Другую формулировку. Для этого вот понадобилось, для того чтобы записать в виде функционального интеграла теорию при наличии фермионных полей, понадобилось ввести градственные числа. Да? Такие градственные числа. Вот. Грабственные числа по определению такие числа, которые антикоммутируют между собой, да, И можно ввести операции деферминирования этих грабственных, по градственным переменам, и операцию интегрирования. Вот, если вот так вот определить операции интегрирования и деферминирования, то можно сформулировать теорию при наличии фермионных полей, можно теорию сформулировать как в терминах функционального интеграла понятно? все я умываю ролик до свидания